Доклад Михаила Николаевича Чирятева. Вот естественно-научные исследования Святослава Николаевича Рериха. Это один из серий докладов по естественно-научным исследованиям Рерихов. Так что, пожалуйста. Так, у нас, вы знаете, к сожалению, час, ну, час горел. Час-десять. Час-десять, полчаса на вопросы и выступления мы должны закончить... Сести-где. Нет, нет, не деться. В половине восьмого, да, так что... В половине восьмого без пятнадцати, и поэтому они движения час-час больше. Так, друзья, тема, как вы понимаете, очень насыщенная и требует даже нескольких лекций, потому что попросили рассказать о научных исследовательных Рерихах в Индии, рассказать отдельно о работе Святослава Николаевича, Юлии Николаевича, другие аспекты, Николая Константиновича, Лены Ивановны. Конечно, вся семья Рерихов в значительной степени представляла единственное целое, потому что они взаимодополняли, взаимобогащали друг друга. И каждый из членов семьи Рерихов имел такой интерес синтетический. И вот Святослав Николаевич Рерих тоже яркий пример такой синтетической личности. Все его знают как великого художника, портретиста, знают его как общественного деятеля, потому что именно после ухода Николая Константиновича в жизни в значительной степени продолжили Дея Пакта Рериха культурного сотрудничества с Индией. Святослав Николаевич в 1948 году удалось через Конгресс провести индийский закрепление Дея Пакта Рериха. Больше Святослав Николаевича знают это с его интересными естественными научными. Но у нас не так много времени, поэтому я просто в планах уже это не включил, но я скажу на словах, что с раннего детства Святослав Николаевич интересовался природой, орнитологией, собирал коллекцию бабочек, кристаллами. Еще совсем вальчишке он легал все время в Петербурге в музей, геологический музей. И когда удавалось ему уже в зрелом возрасте бывать в родном городе, он все время посещал музей, там будут дальше фотографии. С детства родители прививали знания к такому благообразному проявлению красоты природы. И духовное восприятие природы было для Святослава Николаевича и для Юрия Николаевича, было очень важно, но они разделились. Святослав Николаевич, когда жизнь потребовала это, стал созданным Рейхом Институте гималайских исследований УРСВАТИ, руководить естественно-научным отделом. То есть он внутренне к этому был уже готов. Юрий Николаевич, вы знаете, гуманитарные аспекты. Хотя на самом деле Рейхи не очень разделяли гуманитарные научные аспекты, и даже в их сотрудничестве двух братьев пересекались эти вопросы. Но вот сегодня на самую такую трудную, что ли, сторону научной деятельности Святослава Николаевича мы попробуем сделать акцент. Это касается того, что в объем ключевых вопросов в новаторской комплексной беждициплинарной деятельности Института УРСВАТИ, в отличие от большинства научных организаций и того времени, и, к сожалению, до сих пор современности, не стоял так острый вопрос о том, что качество сознания, внутренняя готовность, таланты способности, широта мышления самих исследователей, самих экспериментаторов влияют на полученные результаты. Создают условия для того, чтобы исследовательская работа была углубленной, полноценной, и чтобы возникала такая ассоциативная сеть, возникало целое пространство знаний. Если работаешь в одной области, то обязательно при углублении выходишь на какие-то корни единого древа, имеющего верью в разных областях знаний. Вот для Америки это было принципиально. Но это одновременно принципиально и для духовной традиции Индии. Ибо в духовной традиции Индии есть два пути получения знаний. Есть знание практическое, знание эмпирическое, которое в значительной степени сочетается со знанием западным. Но Юрий Николаевич на этом делал акцент. А Юрий Николаевич, в общем-то, был великим ученым, исследователем. И Юрий Николаевич делал акцент, что существует еще параллельное знание. Существует другое знание проникновения другими способами, нежели это делает наука. Особенно наука в последние столетия, после принятия классической картины мира, связанной еще с Ньютоном, закрепленной методологическими работами Фрэнсиса Бэкона и так далее. Рерихи разворачивали и методологический подход, и строили работу на принципах, которые сочетались с древними знаниями Индии и Востока. А древние знания Индии и Востока говорили о том, что познание внешнего мира начинается с познания внутреннего мира. И никакой исследователь, ставя перед собой целью познать истину, а для восточной философии истина может познаваться как научным путем, так и метанаучным путем, так и религиозным путем. Просто религиозный путь, и об этом говорил с вами Юрий Канадо, идет к познанию той же самой истины через метазнание, а научное традиционное знание идет через проявленное, воплощенное материалистическое знание в рамках вот господствующих парадил, как мы это хорошо знаем. Но так сложились обстоятельства, так сложилась сама научная мысль, так уже работала, что к середине 20 века эти представления, эти принципы организации научного знания стали существенно меняться. И научное знание уже не ограничилось чисто эмпирическим способом познания, а стало включать уже и умозрительные эксперименты, стало включать ту логику научного познания, которая выходила за рамки представлений чисто методологических, которые развивал Фрэнсис Бекон, и которые были свойственны классическим методам науки. Это началось прежде всего с развития квантовой механики, со специальной теорией относительности, с общей теорией относительности. Ну и потом это закрепилось уже в так называемой квантовой механической реальности, когда на обоснованном не только математическом, но и экспериментальном уровне, было доказано о том, что сознание экспериментатора влияет на измерения, на результат, который мы получаем от микрообъекта, от самого микрообъекта. Это парадоксальный вывод был, но тем не менее он уже получил полноправное бытие в научной среде, и опережение этого подхода мировоззренческого было сделано уже на институте в Малайске исследований в Мусвате. Почему я об этом так говорю? Потому что, предшествуя основной теме, чтобы понять, почему вдруг Святослав Николаевич Рерих заинтересовался изучением алхимии. Потому что алхимия отличается от химии вот чем. В химии возможно воспроизвести рецепт, смешать определенные химические ингредиенты, поддерживать условия температурные, давление и так далее, чтобы получить заведомо прогнозированную результат. В алхимии этого мало. В алхимии сам процесс включается исследователь, включается его сознание до всякой квантовой механики, до квантовой механической реальности, до того, как говорят, дал свою теорию благомерности, и расширенная теория, и другие были там представления об этом. Вот эта реальность взаимодействия, отождествления объекта и субъекта как единого целого впервые на приближающемся к научному уровню, была показана именно в истории алхимии. И в связи с этим, когда уже мы сейчас рассматриваем историю и опыт алхимии, нужно рассматривать ее с научных позиций через восточную философию, как-то непарадоксально, потому что восточная философия и знания, которые были открыты позже, не только в высшей йоге, но были открыты позже и в философии науки, которые были закреплены до этого выдающимися философами, ну, такими, например, как Лейблис, как Спиноза, о целостности бытия, о единстве бытия, они нашли свое наиболее яркое воплощение, как соединение философской мысли, религиозно-философской мысли и научной мысли в учении живой этики. В своих космологических записях Елена Ивановна Рейд пишет, все найденные и еще не найденные химические элементы являются лишь видоизменением единого основного элемента. Материя вечна и становится атомной только периодически. Материя вечна, атом периодичен. То, что в современной фразерологии называют духовой материей, единой вечности, как постоянная причина. И есть ни дух, ни материя, но то, небольшой буквы, все, что есть, было или же будет, все то, что может себе представить человеческое воображение. Дух и материя – все две грани непознаваемого единства. И их, видимо, противоположные аспекты зависят а. от различных степеней дифференциации материи, и б. от степени сознания, достигнутых самим человеком. Несомненно, элементы, известные нам сейчас, как они понимаются и определяются в настоящее время, не есть и не могут быть первичными элементами. Эти первичные элементы были образованы из густков, охлажденной лучистой материей, и из огненного семени, пламенного отца, которые едины или первичны. Конечно, здесь уже в этом тексте оперируют знания, которые мы получили полноценно впервые и многомерные стайные доктрины Леонида Петровны Блаватской, но это соответствует представлениям и веданки, и буддизма, и многих систем, которые были, философская система позднего возрождения, как труды якобы Бема, мы говорили об этом, труды следом Борга говорили об этом, а вот уже слияние с научным взглядом начинается где-то от свами Великананды, начинается где-то со Шри Аурубинда. Поэтому Святослав Николаевич через свой личный опыт захотел посмотреть, насколько действительно вот это единство экспериментатора и объекта исследования, преображение сознания условий и самой материи возможно в долг-научном подходе. Это все вещами принципиально для будущей науки. Пожалуйста, следующее свое. Ну вот, здесь ему эти самые, как раз он говорит о том, как он подошел к такому естественно-научному исследованию. Духовные ценности опоздал также в раннем возрасте. Они являются для меня великими путеводными веками, источниками вдохновения и встремления. У меня всегда была любовь к природе, постоянное изучение контакта с удивительным захватывающим дыханием миром природы, который проявляется в тысячах образцов первозданной красоты. Будут замечательные кристаллы, минералы и сверкающие влюблены бабочек, оперения птицей, великолепные цветы и растения. Я всегда не вел отнять рисуемой красоты всего этого и бесчисленности образцов, беспердельной мудрости жизни, насыщающих живую материю в соответствии с потребностью и обстоятельствами самих условий жизни. Это вот подголовник выступал по радио рассказов. Ну вот видите, такие объекты вы интересовали. Дальше, пожалуйста. Ну, вы видите, как красные сами картины Кочежан и Святослава Николаевича тоже взаимосочетаются, переливаются, как свет становится участником геологических процессов и выявляя эти формы, выявляя всю подвижность бытия, о которой так много размышлял Святослав Николаевич, показывают в какой-то степени его принципы, его кредо, отношения к мирозданию. Дальше. Ну, в дистанции, власти, в среду у него схватия, это сроковывает на многих уже фотография. Старое здание, красное здание. Основное в 1932 году было выстроено вот это биознание, биохимические лаборатории, в которой, в общем-то, начинались работы по физике, по химии, по органической химии, биохимии, фотометрическая лаборатория, отдел без рака был и так далее. Мы сейчас к этому будем возвращаться к некоторым направлениям в связи с алхимией. Дальше, пожалуйста. Ну, вот такие вот заставки, которые мы поняли, мировоззренческий подход, который существует в разных аспектах, в живой этике, биохимические лаборатории не имеют ничего общего с условными пониманиями. Чтобы проникнуть в нашу формулу, нужно отлинуть материальные трясности. Это из книги, я не знаю, из книг живой этики. А для этого, что без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло бы быть никакой науки. Эта вера есть и всегда остается основным мотивом всякого научного творчества. Но я не могу не удержаться, чтобы не вспомнить, как характеризовал Николай Константинович Альбертенштейн. Он сказал, я был потрясен, никогда никакое живописное произведение на меня не действовало так, как в вашей картины. У него было политическое, эстетическое чувство очень сильно развитое, и поэтому не просто знания эмпирические, а именно чувство веры, которое опережает знания, руководило во многом интуиции великого ученого, который фактически, работа которого в фактической значительной степени изменили научную картину мира. И мы обязаны нашей цивилизации во многом. Вернадский, это создатель научной картины мира, учения о биосфере и иносфере. Я хочу понять те силы, которые скрываются в материи. Я хочу узнать те причины, которые заставляют ее являться в тех правильных, математически, гармоничных формах, в каких мы судно видим и чувствуем ее. И одно из звеньев этой гармонии материи мы сами и все живые существа. Вот это очень сочетается с тем, что считал Святослав Николаевич о том, что в основе бытия, в основе материи лежит принцип красоты. И не только Святослав Николаевич. И Николай Константинович об этом очень долго писал и говорил, и не только в связи с культурой, не только в связи с тем, чтобы ввести в пехот социальных новых отношений через культуру понятия этики, а и приложимых к материи. Будь то материя физического проявленного мира, будь то материя сознания, материя мысли. Материя мысли должна быть прекрасной. И тогда физический мир, и тогда социальные условия тоже будут меняться. Потому что для Рерихов было очевидно совершенно, что мысли правят миром. И эту платоновскую идею, идею для платоников, которая закреплена была в многих традициях, идею, которую высказывали и такие люди, как, говорят, на Брескоплении Констант, например, для Рерихов это было от всего подтверждено их, собственно, очень глубокий опыт. Дальше, пожалуйста. Это просто вот такие заставки. Это я уже читал. Дальше. Ну вот к вопросу о единстве этого всего, чтобы подойти уже к алхимическим исследованию. Последний духовный лидер Индии, как его называли в Рерихе, С вами Левикананда. Выступая на первом в истории Семьерного парламента религии в Чикаго, это было сенсационное его выступление, где собрались мирные представители разных религий и стали как-нибудь единством и он говорил, познавление нечто, как поиск единства. Как только наука раскроет подлинное единство, ее дальнейшее развитие завершится, потому что цель будет достигнута. Точно так же завершить свое развитие и химия, когда она отходит первый элемент, лежащий в основе всего сущего. Физика становится, когда она сможем увеличать в своих исследования открытием единой энергии, по отношению которой все остальные являются лишь ее манифестациями. И наконец, наука религии достигнет совершенства, когда она откроет того, кто один утверждает жизнь в океане смерти, того, кто является нерушимым и неизменным ядром для мира федерного. Он есть тот единый дух, который ушил все души, являющиеся лишь его иллюзорными проявлениями. И так через сложность и многообразие это завершающее единство достигается. И это предел религии, это цель познания. Наука в конце концов неминуемо приходит к этому выводу. Манифестация нудитворения. Вот последнее слово современной науки. И индус лишь радуется тому, что он хранил истину религии, почему они говорят в позиции дан манифестации. Они употребляют слово проекция вместо даже слова эволюция. Они употребляют слово отражение, потому что для них на самом деле все есть отражение единого, отражение первичного, отражение того, если говорить терминологией Рерина, единый духа материи, единого океана огня, акаши, из которой и происходит рождение всех видимых форм бытия, с которых начинается вся дифференциация. Пожалуйста, дальше. Ну вот вы здесь видите этапы реконструкции вверху сидения постройка Биорженической лаборатории 1932 года, а это уже 2000-2001 год капитальная реконструкция этой лаборатории, потому что, к сожалению, все здания подвергаются вот даже 70 лет прошло и там уже и термиты, там уже гидроизоляция, там уже начинаются проблемы с печалью, что это касается и дома, где жили Рерина. Дальше. Ну, мы переходим непосредственно уже к духовным знаниям и алхимическим интересам Святослава Николаевича Рериха. Мы должны привести тезис, которых в дневниках Елена Ивановна говорит своим духовным учителем, приводит, ссылаясь, значит, на одного из великих духовных учителей человечества, который говорит следующее. Материя должна победить материю, вспомнив свое духовное происхождение, но для этого материальные условия нужно претворить духовные. Вот это одно из креда алхимического процесса преображения, но это относится по всей жизни. Это не только относится к химическим процессам, не только относится к внешней грубой алхимии, которой занимались, конечно, в течение многих веков, пытаясь получить из свинца золота множество алхимиков, это прежде всего относится к духовному алхимии, которая для Рериха была первостепенной в августе. В 1929 году Святослав Николаевич параллельно занимаясь подготовкой к изданию «Криптограмм Востока» в Париже и книги о Биоге Сережевой Критике, он, включившись уже в работу естественно-научного отдела института в Русвати, он по рекомендации учителя доходясь как раз во Франции едет в Марсель специально для поиска редчайшей книги алхимической, в которой даны вот эти программные методологические мировоззренческие вопросы связанные с преображением материи не только на уровне химических отдельных процессов, не только на уровне геологии, но и растений. Это ему в будущем пригодится, потому что в будущем Святослав Николаевич будет заниматься в институте геморгийских исследований вместе с коллегами будет заниматься лекарственными свойствами растений, будет заниматься эфироносами и работать вместе с американскими коллегами со специально созданным комитетом по борьбе с раком, потому что в те годы, уже в 30-е годы это бит человечества очень сильно уже распространялся в мире и во главе с их сотрудником майором Стоксом в Америке был создан такой специальный комитет по борьбе с раком, который имел очень тесные связи с институтом геванским исследованием Русвати и Русвати было задумано использовать не тот путь, который шел аллопатический путь традиционный на западе в медицине, а использовать симптос восточных направлений это китайская медицина, это аюрведа, это тибетская медицина, для того, чтобы через знание научно-исследование психической энергии понять наиболее оптимальные способы получения лекарств борьбы с раком. Вот одна из причин, которые он тоже будет делать в поиске психологических действий. Вот что он пишет с 27 июля 29 года. Нашел величайший ему на стритере, помнишь, о котором Томас Бога упоминает свои книги. Тот, помог Фламмерю на коре, кто-то к матери обращается. А в рак еврей книга этого текста Абрама Еврея полные комментарии глав употреблений и полные изделия для самых отличающих подробностей. Все написано очень красивым почерком, все пронумерованное накомец, где говорится, что это Божий дар, который пойдет в руки тем, кто мог его иметь. Конечно, в письме нельзя писать, но я начну перевод на английский язык для себя. Купил литий, добавляю после долгих другов, все есть для опыта. Одновременно с чтением алхимической литературы он занимается в общем-то алхимическим процессом экспериментальным. Сам Святослав Николаевич занимается этим. Вот эта книга «Антолоса» Гогана или Епения Филарита, который хранится на Институте Гимонасти Среда Невослава Я внимательно проштудировал эту книгу, и именно оттуда начался вот самый импульс Святослава Николаевича тоже поиск ответов на волнующий возраст. Дело в том, что впервые заинтересовались некоторыми женщинами, ранними те, кто из этой древнейшей книги о правом евреи, заинтересовались, конечно, гораздо раньше. Вот справа вы видите немецкое издание 1735 года. Святослав Николаевич не знал об этом, дальше по английским переводам, в 1929 году, что в Петербурге, в публичной библиотеке, находится русский перевод. Это я уже откопал русский перевод. Вот видите его фотографию русского перевода, который делал Гамалея в 1805 году. Гамалея входил в круг просветителей Новикова, Шварца, Масона I, которые начали издавать впервые в России во времена Екатерины восточные философские труды. Ну, потом они, конечно, за это поплатились, Екатерина II разгромила их, но много полезных работ они были изгодны. И, кстати, Гавалей переводил Яков Артёков в то время. И эти идеи оказали на последующее развитие духовные мысли большое влияние русских духовных мыслей. Пожалуйста, дальше. Вот что, значит, в этой книге Тома слова пишет по поводу в этой книге Старта Николаевича. Теперь то, что учение евреев, я имею в виду Каббалу, было химическим и закончено в истинных физических исполнениях, не могло быть лучше доказывать, чем книгой Авраама еврея, в которой он обосновал тайны этого искусства в равномерном, в равнодушных простых терминах и числах. И что для пользы его несчастных соотечественников, казахожих гневов, они были рассеялись в силу гневов, и в силу гневов, и в силу гневов, и в силу гневов, и в силу гневов. Это была случайно найдена француза Николаевса Флавеля, с помощью которой он создал, наконец, чудесное лекарство, которое люди называют философским каноном. Но давайте послушаем, как сам господин описывает это. Тут попала в мои руки книга Никола Флавеля описывает. Говорит он, засуну два флорина, позолоченная книга, очень древняя и большая. Она была не на бумаге, не на пергаменте, как в другие книге, но она была и стопкой коры, как это мне показалось, нежных, молодых деревьев. Обложка ее была сделана из хорошо скрепленной латуни, желтой меди, полностью бравированной письменами или странными фигурами. И насколько я могу пообразить, они могли бы быть характерны для греческого или того же древнего языка, или такого же древнего языка. Если говорить о содержании книги, то и столицы содержали латинские письмена, выполнены с великим усердием и опрятностью, при помощи острого металлического пиратства и чернила. Дальше. Вот что говорит Елена Петровна Лавацкая в тайной доктрине по поводу химии, по поводу значения химии. Существует лишь одна наука, которая может в будущем направить современное изыскание по единому пути, который приведет к открытию полной, до сего дня оккультной истины. Это самая молодая из всех наук химия. Ее теперь лишь будет преобразованным видеть. Не существует другой, не исключая астрономию, которая могла бы столь безошибочно руководить научной интуицией, как это может химия. Дальше. Ну вот это книги из коллекции Библиотеки Института Библиотеки Среда и Университета, и по алхимии книги, и по алхимии книги. Там внимательно эти изучали. И Существует Аслава Николаевича и другие. Вы можете встретить алхимические идеи, не только как традиционно считающиеся, пришедшие из арабского мира. Анастасия Петровна Головацкая считала, что это гораздо раньше, что алхимия сама была, имела несколько истоков, в том числе, на третьей китайской философии истоки. И вообще восходила к Египту, знаете, наверное, Букернеси-Тресмилистик, который провозгласил принципы впервые, то, что наверху плывет внизу, и все это относится к этому единому, и дал прямо программу разделения и очищения веществ, которые бы в своих преобразованиях, в своих трансмутациях восходили бы к этому единому вещества в каких бы аграрных химических формулах. В формах они не находились, можно свести все к первоначальной материи, к тому, что назывался универсальный растворитель, алкохез, если угодно. Но этим же, в других, как бы, мировоззренческих формулировках, аспектах, занимались, конечно, не только на Востоке, не только в Китае, не только арабы, но и платоническое направление Платона-неоплатоники подтверждает большое значение стихий, которые они придавали. Бог поместил между огнём и землей воду и воздух, после чего установил между ними, возможно, более точные соотношения. Дабы воздух относился к воде, как огонь к воздуху, а вода относилась к земле, как воздух к воде, так Он сопряг их, построил из них небо, видимое и осезаемое. На таких словариях, из таких составных частей, числом 4, родилось тело космоса, упорядоченное, благодаря пропорции, и благодаря этому в нём возникла дружба. Так, чтобы разрушить его самотождественность, не может никто, кроме того, кто сам его сплотил. Что это значит? Это, конечно, не те стихии, земля, там, вода, которые мы на обиходе имеем отношение. Это принципы, которые стоят и условно выражаются через это символическое название стихий. Ибо через стихии созданы фактически все слои биосферы и ноосферы, если уж говорить языком вернадского. И литосфера имеет почвы, имеет свои основания, более твёрдые почвы, есть более мягкие осадочные породы, есть породы, которые прошли через растительное царство, есть породы, которые прошли через животное царство. Они иерархически распределены по похожим принципам. Хотя мы можем иметь дело с земной физической материей, но внутри самой земной материи уже можно найти и воздух, и огонь, и воду. Как-то непарадоксально. Вода в алхимическом смысле, и это подтверждено уже наукой, отвечает за любую форму образования. Уберите воду из скалы, которая находится в межкристаллических пространствах, микроны в межкристаллических пространствах, и гора целая обрушится. Вода парадоксально такое вот вещество, которое принимает как бы любые формы, и сама определяет эти формы, имея несколько градусов. Но согласно алхимикам, и огонь может быть жидким, и огонь может быть газообразным, не только в виде плазмы. И металлы могут быть жидкими, и металлы могут быть твердыми, и металлы могут возгоняться. Потому что алхимия имеет дело с душами, а не с внешними проявлениями самого вещества. Если говорить вот этим языком, находя ключи к пониманию зашифрованных текстов алхимиков. А тексты алхимиков чрезвычайно шифровались по двум основным причинам. Во-первых, на них были гонения, потому что их мировоззреческие основания, идущие от традиции герметизма, иногда противопоставлялись догмам христианским бытующим в то время. И они не хотели очередных корсов инквизиции. А с другой стороны, эти знания не должны принадлежать профанам. И на подлинно серьезных алхимических текстах, в предисловии, вы всегда найдете, что эта книга дается только тем, кто может к ней подойти, у кого внутри есть определенный ключ на понимание этой символики, и кто не принесет вред другим. Так и сейчас мы видим, что любое знание может превратиться в пользу и во вред. Но вот тех ключей и того подхода этического знания, к сожалению, сейчас все утрачено дальше. Рерихи пытались к этому вернуть. Вот посмотрите, если мы говорим о душах вещей, о душах вещей можно попытаться искать уже до уровня химических элементов. Хотя и совел химики, и рерихи это подчеркивали в своих научных трудах, и к этому склонялись некоторые ученые. Во-первых, считается, вот тезис такой у Елены Вангары, что в мире ничего не существует, кроме вибраций. Весь мир можно представить как разный набор волновых функций, энергии сплошных. И наше тело физическое, временноустойчивая, поэтому волновая функция принимает вот эти самые формы наши. Потому что на самом деле биохимический состав нашего организма, и даже косты, ткани, все это колебания атомов. Все это определенные волны, которые могут иметь какие-то суперпозиции, временноустойчивые. И любая форма приходящая. Посмотреть на события с масштабом космической эволюции, мы увидим, что нет ни этого стола, нет ни этого дома. Все это собирается, приобретает формы, привязывает наше сознание. Мы считаем, что это единственная реальность, а потом это все уходит. Как океан сбывает периодически с наводнением и так далее. Так чему я это говорю? Потому что существует, оказывается, и в таблице Менделеева уже проформу мития. Вот эта подлинная таблица Менделеева, в школах ее не учат, она потеряна фактически. В 1936 году Меншоткин изменил таблицу Менделеева и выделил из нее то, что вел Дмитрий Иванович. А Дмитрий Иванович в таблице Менделеева не справа, где начинается разворачиваться вся таблица привычная, а влево. Он, во-первых, поместил в нулевой ряд энергетические газы, как вы здесь видите. И он вел перед водородом два элемента. Он вел элемент, который он назвал короний, элемент, который в честь Исаака Ньютона он назвал ньютоний. Вот он здесь обозначен. Вот это первая таблица 906 года, если не ошибаюсь, да. Издатель. Как он сам это обосновывает, Дмитрий Иванович Менделеев? Дальше. Давайте не читаем, потому что это важно. Это признание эфира. А без эфира нам не понять только исущности, с которой работали алхивики. То есть душу самой материи. Это его работа по только химическому пониманию мирового эфира 905 года. Если же аналоги Аргона вовсе не дают следия, то очевидно, что нельзя включить ни одну из групп ранее неизвестных переменных, и они должна открыться особая группа в нулевой группе. Это положение Аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строгое логическое следствие понимания периодического закона. А когда помещение в группе 8 явно не верно, принято не только в доле, но и в брайзерах, почини и другие. Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той первой группой, в которой должно помещаться водород, существует делевая группа, представители которой имеют веса адовы меньше, чем у элемента номер один, то есть водорода. Элемента первой группы. Его означен через У. Ему, очевидно, будут принадлежать коренные свойства аргоновых газов, коробий, плотностью порядка 0,2, который он считал, по отношению к водороду. И он не может быть никаким образом мированным эфиром. Этот элемент У, однако, необходим для того, чтобы умственно подобраться к тому дальнейшему, а по тому наиболее быстро движущемуся элементу Х, который, по моему разумению, можно считать эфиром. Мне бы хотелось предварительно назвать его Ньютонером в честь бессмертного Ньютона. Задача тяготения и задача всей энергетики нельзя представить реально решетами без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию до расстояния. Реального же понимания эфира нельзя достичь, даривая его химизм и не считая его имплитарным веществом. О химизме он уже заговорил эфиром. Он, пожалуйста, дальше. И впоследствии как-то это все проигнорировалось, как-то это все, значит, забылось и ушло. Но алхимики продолжали и до сих пор продолжают работу с эфиром, продолжают работать с субстанцией тонких, уже не любят, субстанцией тонких неров. Ну вот, это самая книга, которую иерогритически фигурит, опубликовал Николай Славы, которую истально изучал Святослав Николаевич Рыгер. На первом листе этой книге была надпись большими заглавными буквами «Аврам, Еврей, Блин, священник, левит, астролог и философ, желает здоровья еврейскому народу, божьих гневов, сельных садикалов». Далее следовали проклятия и предупреждения профанок. «Даже не вредить на книгу, если ты не священнослужит религией». Флавель, который первый описал это, делает предположение, что книга была украдена где-то у евреев, или с силой отдых, или не найдено в тайном месте их проживания, и продавший лично описанку, понятие ее отводной ценности этого бонус-крипта. Учитывая большой интерес Святослава Николаевича к бонус-крипту, мы приведем здесь несколько описаний и пояснений для нескольких гравюр, который приводится к риму Никола Франфавеля и к изображению теоремифических фигур, которые так называются. Декция из гравюр «Незадолго до смерти» Никола Фаладой, который получил философский камень, который научился работать, известно, точное число, дата, времени получения философского камня, и научился работать, расшифровав книгу, научился работать и с проявлением другой материи, и не только с духовной волхимией. Вот он разрешил высечь на арках дворца церкви Гевидных, в Парбище Гевидных в Париже, эти гравюры. Четвертая арка, если вы входите с Эп-Дедев, с улицы Сэп-Дедев, поворачиваете направо, в Парбище Гевидных, вы можете там увидеть, когда будете вы через два раза в Париже, можете увидеть там эти самые гравюры. Известный вариант церкви Гевидных рисунков, протядущий быть копиями с данного бодискрипта, которые вы видите сейчас. Они срочно адаптируются в 14 веках, но их изображения ранее 17 века, большинство из них, многие даже и в 18 века, раньше не были известны. Тут есть просто описание, их некоторые встречаются, но это все по большому образу у исследователей. Ну вот, дальше, пожалуйста. Мы уже посмотрели разные издания этого. В этой книге, Сидасан Николаевич пишет как раз это в «Алхимии», это оригинал его письма матери, в этой книге она устроена так же, как устроена по калипсису, по структуре своей. Эта книга имеет три сентенера, по семь страниц, трижды, и между ними зона молчания, пустая страница. Ну и расположены эти самые фигуры. И в описании этого Домаса Гогана, в описании, который Святослав Николаевич потом приводил, они говорят именно по этим страницам и по подразделам сентенера, так называемые. Значит, вот здесь фрагмент, есть перевод, не перевод, а текст, напечатанный дальше, письма, из этого письма, поясняющий, что когда какой-то человек подошел к открытию этих тайн, когда он сам изнутри к этому пришел, к его готовности внутренней, по его чистоте, по его успевленности, по его же знанию, тогда возникают внешние условия, как бы свыше поздние. И вот что он пишет, между прочим, очень интересно, что очень часто, когда надо было что-нибудь открыть или доказать, как действительно существующую реальность, к ученым приходили и знакомые люди, которые им посвящали в этот секрет или же доказали его существование. Как я уже писал, вся работа алхимиков заключается в операции на докаж, а каши, и во всех отношениях эти операции самые рациональные и естественные опыты. Может быть, и нам удаться их осуществить когда-нибудь, хотя физическая алхимия гораздо ниже к духовной, где оператор и оперируемая сам человек. И оператор, и оперируемая. Где невольно вспоминается, как Павел Федорович Бериков писал на уход Юрия Николаевича Рериха. Он привел фрагмент из «Галабгиты». Сеятель, поле и сам процесс массива это единый. Вот Рерихи действительно и Юрий Николаевич, и Николай Константинович, и Елена Ивановна Святослава Николаевич, они были и сеятели, они были и пахарями, они поживали плоды. Понимаете? И это говорит о том, что знание, процесс подлинного, внутреннего, духовного знания, это процесс вхождения в этот объект исследования, или в явление исследования, если это традиция, например, историческая, юргистическая, какие-то вопросы. Это отождествление самого сознания с этим. и внутри самого сознания начинается алхимический процесс, относящийся к духовной алхимии. Это, конечно, полуинтуитивно делает каждый ученый в первую разность и его мысли. Но главный инструмент это организованная психическая энергия, которая через мысль начинает сознательно преобразовывать объект исследования. И если это происходит, то тогда достигается в науке высших результатов, как это, например, было у Николы Тесла. Тогда сознательно можно, не строя какие-то комбинации вовне, внутри самого человека безошибочно увидеть сложнейший аппарат со всеми процессами в нем протекающими, и безошибочно его воплотить, как Тесла делал в течение больше, чем 20 лет. Безошибочно. Каждый раз. Дальше. Это, если хотите, тоже логический процесс. И сам Тесла, кстати, писал, что в будущем материю люди научатся своей энергии расплавлять и придавать ей любые формы. Причем для этого не нужна будет видимая материя. Она начинается изнутри самого человека, изнутри экспериментатора. Это чисто алхимический подход к научному сменению. В одном из писем после получения воду-скрипта, через два месяца после этого он пишет, кончил работу по переводу воду-скрипта, о котором я себе писал, но он не пишет. Но здесь не я сам это упоминаю. Это все время, это был какой-то запрет раскрывать некоторые могилки, связанные с содержанием воду-скрипта. Был запрет. Мы можем догадываться об этом по-другим косвенным признакам поистину. Знаю, что в это время в дневниках Мирены Ивановны с учителем какая шла переписка о психической энергии. Святослав Николаевич включался в эти идеологии, задавал вопросы учителю, в том числе касающиеся предыдущих экспериментов в свете с учителем патрон-био. За это время у меня набралось очень значительная библиотека, большую часть увеличающих книг и мудоскриптов, но, конечно, все эти книги ничто в сравнении с упомянув мудоскриптом. Дальше. Вот это русское издание, которое недавно вышло, в 2006 году. Сейчас вы можете его достать, но за рамки предупреждаю, никто ничего не помет. Все зашифровано. Все полностью зашифровано. Мы сейчас чуть-чуть приоткроем, то есть, какие-то будут ключи. Сколько у нас до времени осталось? У вас 20 минут осталось. Давайте. Давай. Теперь девайс. Ну, я вкратце просто скажу. Вот эта вот божественная триада Арма Мудхиманус, которая изображена на предыдущем здании мира, она не проявлена, она не дифференцирована. Ее можно назвать в разных традициях по разному отец, сын, святой дух, материя, энергия создания. И вот из первичной материи из этого океана огня, из этой акаши первичной начинается как бы первым логосом, если уж говорить в терминологии тайны и так далее, которые ближе всего к ключам понимания алхимических процессов, начинается отражение его. Он самопорождающая энергия еще работает. И вот наш весь мир это отражение только, отражение отражений и производных этих отражений. Как это не покажется парадоксально? Но современная наука и развитие квантовой механики к этому приходят. Это прежде всего работы Прибрама Боба об этом работают. Оголографической Вселенной, где каждый человек является частью этой голограммы, Вселенской голограммы. Это очень интересная теория близко очень к живой этике, и к длингейским философским воззрениям, и к Део Винатик, потому что пишет Шиев Робин, и так далее. Это полностью сопрягается с тем, что в тайне мы можем наблюдать. И поэтому тройка вот эта триада, она впадает уже в Мальтии и начинает дифференциация. То есть тройка впадает в четверицу. Здесь об этом не описано. И вот этот единый элемент, о котором уже несколько раз вспоминают, и о котором говорил Верий Канада, что все к нему вернется. К одину элементу. Вот это вот самое самоуниверсальное пространство, которое отражается в виде элемента, называется Акаша, оно само начинает дробиться на несколько проекций. И одна из проекций как раз является тем астральным светом, с которым работают алхимики, более низшие уже производные этого пространства. Акаши, это вселенская матерь, если хотите. Дальше, это нужно для того, чтобы объяснить терапевтическую фигуру. А четыре элемента углерод, кислород, азот и водород становятся теми элементами, с которыми строится все мироздание. Их принципы, не буквально в смысле. Дальше. Ну вот, посмотрите, чтобы близко подойти за короткое время, это очень трудно сделать, что вот этим принципом учителя человечества рассматривают даже структуры почек через принципы духовные, которые есть и микрокоски, и макрокоски. Здесь придет микрокоск. Аква, гудхи, манас, каба, принцип животного желания, который в течение жизни горит в материи и заканчивается при священии, когда эта форма жизненно-биологическая отмирает, он не отделен от животного существования. Человек есть духовная часть, есть животная часть. Принцип Лидгашавиры третий. И даже это носитель или форма, по которому строится тело, носитель жизни. Он рассеивается очень скоро после расположения тела. Прага, жизненная энергия, активная сила, производящая все животные фермеры, и грубая базея, с которой обеет дело основного большинства ученых, особенно до теории относительности, до возникновения платы, гудхарики и так далее. Это называется условно принципы водорода, азота, кислорода и углерода распределяются по этим принципам. То же самое можно найти физической природе. Вот здесь описание как-то физической природе санкт-Петербург и дальше. Чтобы просто понять, какая логика у учителей происходит. вот вы видите эти эролифические фигуры. Вы видите странное сочетание звей, вы видите крест, вы видите какого-то вот крылатого вестника. Давайте попробуем быстро хотя бы вскользь прояснить ситуацию. Алхимики имеют дело с солью, с серой и с ртутью. Под ними подразбивались определенные универсальные принципы. Ртуть женского начала она подвижна. Это жидкий металл. Жидкий металл значит в себе имеет возможность быть и возгоняться и затвердеваться и принимать любую форму. И это как бы является душа материи, душа металлического мира. Потому что исходя из алхимических представлений и тайны и дактрины существует на самом деле только единый металл. Мы имеем дело уже с дифференциацией проявленных форм единого металла. А единый металл является дифференциацией и металлов и металлов и газов и так далее более высокого единого. И так все восходит к тому единому атому о чем в цитате Великан-Антель мы то что совершили. И у алхимиков за счет психической энергии есть возможность выходить на следующий перед проявлением уровень и менять сознательно разветвление где мы выходим например на душу металлов как единого металла и включая энергию алхимика исследователя мы поворачиваем этот путь не в сторону свинца а в сторону золота. это трудно объяснить но это можно понять если представить не в нашем традиционном взгляде строение элемента химического или атома строения а представить его через конфигурации пространственных вихрей эфира это ближнее представление есть таблица менделеева которая разработала такой отцуковский периодическая система которая построена именно по этому принципу есть работа алипизантов о культной алхимии вы знаете что она была президентом Тасовского общества после плаванской ее работы на эту тему есть где вся практически таблица менделеева изображена через разные конфигурации устойчивые структуры геометрические вихри и это подходит к тому что все есть вибрация и вот здесь мы имеем дело например на этой географической фигуре с Веркурием Веркурий посланец Баком который у нас известен больше всего как покровитель торговли он держит кондуцей кондуцей вот перепряженные два змея которые идут символ змеи присутствует практически здесь и здесь что такое змея змея в древних традициях на самом деле восходящих еще к началу третий раз если вы знакомы с циклами тайной доктрины которые были это ученики ученики учителей это адемпты первые были символами не стали уже после христианского времени до этого ну ты выйди очень много мест посвящено даму мудреца и дамар находится и кулу там находится во всем там все эти сказания легенды предания существуют и вот сама змея часто изображаемая кусающая себя за кросс там впереди была такая гамера с этим изображением алхимическим она означает с одной стороны циклы бытия преображения и стадии алхимического процесса но это одновременно это не бездельный эволюционный процесс это когда начало эволюции задает импульс проходя через все стадии преображения материи уже в глобальном масштабе вселенском масштабе и выходит на другую точку вот этой самой спирали и буквально повторяя но как бы охватая себя за хвост и вот символ сбеги ее подвижности олицетворяется и в том числе и сургунтию и вот и влезет она должна быть распита вертикальная планка христа она означает связь с небом она означает как вот сера принцип серы сунфур это принцип огненного начала духовного начала а принцип ртути это принцип душевного начала материнского начала можно сравнивать солнце и луна поэтому женское начало является основой дающей свою субстанцию для любого материального проявления а импульс и структуру материального проявления дает духовное мужское начало крест и есть распятие если угодно вот с духа до материи и то что произошло 2000 лет назад с распятием христа он повторил до христа известный принцип трансмутации материи как можно воскреснуть не привязываясь к материи смертью смерть поправ как можно свое тело рассеять на атомы и оставить дух который будет давать восстановить после преображения христа была основная часть учения не надо это забывать вот знание даже в этом открывается через преображение духа который не привязан к физическому лучше не привязан к внешнему материальному своему состоянию существования появляется вот этот старик с косой у него часы даже на руке там изображены это хронос это сатурн и этот сатурн отсекает в алхимическом процессе ноги у меркурия у дути отсекает ноги для чего он делает из нее субстанцию он делает из летучести делает осадок он делает из нее куб он делает из нее то что свернутый проекции является этим крестом если развернуть куб получится крест как в этих моделях он заставляет жидкую субстанцию имеющую в себе принцип самой материи порождающей спуститься на землю стать твердой субстанцией устойчивой и дальше взаимодействие с духовным началом серы получать соль возгоняющуюся и снова восходящуюся восходящую духовную плану алхимики и в разных гранюрах это дано по-разному выражается разные стадии алхимического делания алхимики многократно осуществляли процесс конденсации духа в материю до самых грубых форм до капли до минерала и преображение духа в материи до уточения а что это такое а это ускорение процесса эволюции если хотите ускорение процесса перехода от расы к расе в процессе восходки при переходе через разные стихийные состояния экспериментатор насыщал психической энергией эту промежуточную субстанцию и давал ей икульс к духовному преображению и таким образом если даже это происходило на уровне не духовной алхимии духовная алхимия касалась самого экспериментатора он внутри своей оболочи свой телесный мир свой душевный мир свой духовный мир он испытывал на эти состояния материи вспомним Менделеева который говорил о том что фактически эфир имеет тоже свою таблицу Менделеева вот этот нектоний он может так же как водород в нашей таблице разворачиваться на целый субстанциональный ряд а за этим эфиром стоит еще более мощный тонкий эфир или если хотите языком живой этики тонкий мир и огненный мир и этот алкохист этот универсальный растворитель он конечно относится к огненным мирам пожалуйста можно другую модель почему Платон заинтересовался этими стихиями да потому что Платона интересовал механизм воплощения идей универсальных принципов красоты которые даны в платоновских телах и которые сами представляют собой определенное первичное основы стихий духа стихий и когда эти идеи воплощаются или как в живой этике сказано идея пространства становится действием воплощение идея пространства становится действием начинается эмоциональный процесс если он происходит с минимальными искажениями подлинный йог занимающийся высшей духовной йогой в себя это все делает он очищает низшие оболочки он очищает тело своего желания тело кого то что мы смотрели здесь принципы связанные с химическими элементами предыдущей таблицы и он у вас подходит к тому чтобы его духовное тело могло сознательно действовать потому что большинство из нас не имеет такой возможности такой организации сознательной мысли чтобы действовать сознательно в теле ментальном чтобы видеть как вот мы захотели взять телефон захотим набрать что-то захотим написать что-то вот так сделать с мыслью сознательно управлять мыслью в том пространстве времени которое совершенно отличается от нашего я хочу сказать потому что за неимением времени о том что давайте дальше пробежать по картинкам вот этот конуцей ведь он крылатый он возносит этим злеем мужского и женского начала возносит уже в другие сферы в нем стоит вот этот шар который тоже принцип окаж олицетворяет здесь растет это роза это дерево которое роза которое питает источником этих драконов дракон символ мудрости еще в древнем в древнем Китае почему потому что дракон он может в себе сочетать все стихии он может быть огнедышащим он может быть крылатым он может лететь он может ползать по земле он может нырять и плавать и в Китае существуют там зеленые красные черные драконы и так далее до сих пор в символике это все существует дальше ну это все нужно просто подробно объяснять каждую эгоэрифическую фигуру это все процессы трансмутации материи или трансмутации самого алхимика дальше ну вот то что говорит Лавац когда же не пересекая границ иных разнообразных сфер и оставаясь строго в пределах нашего сглого шара становится очевидно что в нем существуют тысячи и тысячи вещей которые невидимы не слышимы и ощутимы для обычных человеческих органов чувств но если мы примем только в качестве аргумента что может существовать в стороне от сверхъестественного наука который обучает смертно тому что может быть названо сверхчувственной химией и физикой выражаясь яснее алхимии и метафизикой конкретной а не устратной природы то многие затруднения исчезнут то есть мы подходим к тому как творить этот видимый мир из нас самих как паук который при себя дарит паутину а в Индии сравнивает с брат и выбирает по какому направлению паутины он поползет и будет с ней взаимодействовать а потом доходит до уровня совершенства что он владеет всей паутиной так и строится вселенная так и строится микрохозным-макрохозом и вот в теории прибор буквы Боба о которой я заеднулся в этой теории говорится что за пределами привычного мира находится огромный океан волны и частот в то время как реальность выглядит вполне конкретной только благодаря тому что у нас хвост преобразует геолограф геолографические пятна в палки как и другие знаковые объекты составляющие нас как мозгу который сам состоит из частот материи удается из таких нематериальных сущностей как частотное пятно синтезировать нечто кажущееся твердым на обществе очень математический процесс который Пекеши смоделировал с помощью своих вибраторов является основополагающим для понимания того как наш мозг сконструирует образ внешнего мира это прибор утверждает если мы видим какой-то предмет мы считаем что он реальный этот предмет почему потому что в теории приборома и особенно бома это если хотите утонченная форма фантомных болей вот когда отсекают на войне предположим руку у человека долго болит эта рука почему мы считаем этот предмет реальный хотя он состоит из сплошных волоков и если мы можем абстрактно посмотреть на голографическую вселенную абстрагируясь от себя то нам гораздо труднее посмотреть что мы часть этой вселенной и мы тоже часть этой голограммы рассматривать себя как пятна интерферационного патерна свернутого в космической голограмме и вторая точка зрения может быть даже более верной поскольку рассматривать себя как голографический мозг смотрящий на голографическую вселенную это слово абстракция попытка разделить два объекта, которые в принципе не раздельны. Это иллюзия, это майя, это великая сила майя. И алхимики разоблачают эту силу майя. И когда они получают из, даже на этом уровне, из свинца золота, это разоблачение самое материальное. Но главное не это. Главное то, что таким образом можно очистить себя и помочь миру всему. Как Серафим Саровский говорит, сам спасись вокруг, тебя тысячи спасутся. Так же и Ревикананда, так же и Аурабинда, так же и Рейхи. И для этого этот закон жертвы. И для этого чистейшие и святоносные духи погружаются в эту материю, меняют социальные условия, приносят пакт Рейха, приносят культуру, которая является носителем этого священного духовного огня свыше, как Прометей. Распинаются, прилетает к ним орел, приковывает их к скале, клюет их печень, печень символ КАБУ тоже, между прочим. И снова они приходят, погибают, приходят, жертвуют собой, чтобы доказать сущность этого единого, чтобы доказать, что Бог не уничтожил, что Дух не уничтожил, что человек не есть это тело, человек не есть эти чувства, человек есть Дух бессмертный, бесконечный и вечный. За час все, что мог сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, у нас тут Сатурн, он здесь, и у нас ограничивает во времени. Мы должны половину закончить, а мы хотим задать вопросы. Правильно? Спасибо. Доклад, пожалуйста, вопросы. Вот знаете, давайте я задам вопрос. Вот насколько я понимаю из вашего доклада. Святослав Николаевич, как художник, как вы говорите, поук из себя создавал эту реальность. Но нас тут интересует в отношении естественно-научных исследований. Могли бы назвать основные направления, может быть, некоторые результаты? Вы знаете, конечно, вот этот опыт, его внутренний опыт, он уже был подготовлен, что он, во-первых, художник был уже, Святослав Николаевич, и он работал по-другому даже с живописью со своей. Я сейчас подойду к вашему про естественно-научной, но чтобы было понятно из более тонких материй, потому что живопись более тонкая материя. Во-первых, это, конечно, опыт возрождения. И Леонардо Навинчи использовал в шумнические методы. И Святослав Николаевич все время цитировал дневник Лебница, когда Лебница пришел к Реброму. И когда ему поразило то, что большую часть времени, даже иногда большим картинам, Ребра настраивается на пустой холд и насыщает его состоянием своим. И потом уже это состояние, его эмоции, грустная, веселая, печальная, какая-то мифологическая тема, которая должна возникнуть на полотне, в реабилитации и так далее, оно уже несет другие вибрации. Это же подтвердил отец Павел Флоренский в переписке с Вернадским о том, что существует в ноосфере проработанная духом слой, который можно назвать пневматосфера, пневматодыхание, если хотите, к тому же эфиру восходит это слово, на котором отложение произведений искусства. Понимаете, отдухотворение этого слоя во всей ноосфере, в теорию ноосферы. И Николай Константинович, и частично Святослав Николаевич, не любили пользоваться красками, покупанными пигментами, так же, как вот Тернер, например. Они сами предпочитали делать из пигментов краски и растирать их. И возрождение художники. Почему? Да потому что на самом деле это и есть обогащение психической энергии на уровне приготовления красок. А что такое краски? А краски это затвердевшие лучи. Если хотите, космические лучи, которые имеют свой химизм, даже у Менделеева это проскочило, не говоря о том, что живая этика посвящена во многом этому и весьма Лену Ваду и так далее. химизм начинается на уровне минерального состава. И все наши мысли, вот мы сейчас говорим, все на стенах запечатлено, это можно будет когда-то все считать. А то, что касается непосредственно к вашему вопросу, в природе вот этими транспутаторами, преобразователями одних стихийных состояний в другие являются растения. А Вернанский считал, что вся биосфера покрыта живым веществом и любое проявление живого вещества это транспутаторы, где преобразуют один вид материи в другой вид материи. Природа действует алхимическим процессом в течение миллионов лет, строя формы из менее совершенных в более совершенные формы строя. Но человек может это ускорить за счет сознания, за счет мысль свою, может ускорить этот процесс, что и делали алхимики, и делали выше йога. Поэтому его интерес к растениям именно в этом ключе можно понимать. Поэтому в растениях он из растений выбывал такие эликсиры, которые даже авторитетные знахари не могли были получить. Елена Ивановна сама восторгалась с сыном своим, когда он создавал эмульсии, эликсиры, не афишируя часто, но наверняка используя рецепты алхимические и используя свою психическую энергию. И, кстати, гомеопатия, и основы гомеопатии на этом были основаны не просто разбавление, а намеренное структурирование души воды. И уже душа воды будет разной в зависимости от того, как к ней подойти. А в современных научных исследованиях, это нужно отдельную лекцию, могу прочитать лекцию о современных исследованиях трансмутации и химических элементов. В нашем мире. Вы знаете, что закрепление состояния эмоционального в воде делают эти японцы, это очень модно. Замораживание кристаллов в зависимости от того, какое его внушить в его состояние. Радость, печаль, гнев, любовь, ненависть и так далее. Вот разное совершенство кристаллов. Вот как можно сохранить красоту эмоциями, этические направленности, или ее разрушить на безобразие. Но это же делают и растения, это делают и животные царства. К сожалению, люди, имея более могущественный инструмент как свободу воли, они чаще всего разрушают, потому что они не настроены на совершенствование к единому фокусу прекрасного. Да, спасибо, пожалуйста. Еще вопросы? Лев, не хотите задать вопрос? Ну, давайте еще у нас есть время вопроса и потом может выступить. Кто хочет выступить? Просто что? Ну, вот еще вопрос. Вот тут еще с самого начала прозвучала такая очень интересная мысль, которая касается наших способностей и организации научных исследований, если хотите. Сейчас это очень важно. Лишь шло о том, что концентрироваясь на чем-то, можно выйти во повесил универсу. Правильно? Да. Вот теперь вопрос тут такой. Как вы считаете, можно ли распространить эту мысль, вывод относительно современной науки? Означает ли это выход в универсу в междисциплинарные исследования, что сейчас модно? Либо это касается способностей особых людей, либо это в будущем такие способности будут? Стихийно все человечество к этому идет. И мы можем это понять по определенным этапам, даже по этапам развития науки. То, что наука подошла к тому, что казалось бы, для классической науки полным бредом, антропных принципов космологии, которые не просто абстракты, к тому, что наука уже подошла к тому, что в момент создания вселенной проявленной был наблюдатель, было сознание наблюдателя точно так же, как в экспериментах по квантовой механике. И в зависимости от вопроса, который задает наблюдатель, как измерить объекту, объект меняет свои свойства. Понимаете? И теория такие теории посудания от времени, рассказывают теории, как Примор Магоба, например, которые очень перекликаются с представлениями Шрио Робинда или Сведенборда. А были такие йоги или мистики, которые выходили в другие миры. У Сведенборда это просто описано состояние других миров. Почему мы не выходим в другие миры? Потому что у нас есть ментальный экран. Наш ментальный экран привязал нас к этому стереотипному образом. Что разрушает этот ментальный экран? Утончение и расширение сознания. Культура. Она его разбывает. И тогда для нас становятся духовные идеи, которые разрабатывали философы и мыслители веками, не абстракцией, а главной реальностью. Платон не идеалист, а максимальное проявление реализма, космического реализма, если угодно. И Рериха сколько раз упрекали в том, что он идеалист. А он говорил, что недостаточная моя идея для того, чтобы продемонстрировать вот эту самую реальность. Это высший реализм наоборот. Или то, что вы сейчас говорите в социальных каких-то процессах, в научных, в культурных процессах, человечество, к сожалению, не руководствуется этим знанием и поэтому идет на ощупь, как слепой. Понимаете? И тратить энергии не туда, куда нужно, как вот эта самая притча слепой, которая еще повлияет слона, и каждый считал, что он прав, там, какую-то часть этого слона представляет за свой образ. Так и наука, к сожалению, в человеческом дробице. Но начинает время, когда есть единая теория боли, возникает, понимаете, начинается сборка этого всего. То есть мы приходим к совершенно другой ревности. Без духовных знаний, которые мы очистили от этого вавилонского столпотворения и в философии, и в науке, которая произошла, от предрассудков этого, человечеству не спастись. Поэтому посылается всегда в критические моменты учение, которое связывает чистые основы прошлого и дает мощное открытие путей продвижения будущего. Не нужно это принять. Это и есть путь иерархии света, без которого нету для человечества спасения, а есть блуждание по создаваемым лабиринтам, что мы и видим. Сейчас дошло просто до безумия все это. Но видно нужно дойти до безумия, чтобы понять, что за этим стоит какой-то кристалл, что-то подлинное светится, что есть выход из этого всего, из этой пещеры патоновской, есть выход. Спасибо. Еще кто не может ? Последний вопрос, а потом уже выступление. Непременный атрибут алхимик в этой риторице использовал или святофор на камере? Да, есть, не знаю, здесь можно добавить фотографии, есть, он работал и с штутью, он работал и с литием, он работал и с метеоритами, и с магнитами работал для этого, но это были подспутные средства для того, чтобы психическая энергия принимала определенные формы и направления действия. Он занимался разработкой на основе алхимических рецептов сверхзерного светла, вот вы видите какие-то приборы непосредственно из студии УСВАТИ, термостат, вы видите, автоклав, вы видите, в котором под давлением при температуре заворачиваются, можно производить какие-то... Здесь дробились лекарственные растения в этой самой травилке с колесом, которая железная, прессовалась от этой самой деревянной прессивной, выжимался сок из них и делались составы, эликсиры, различные эмульсии делались составы, помогали в лавах, иногда рецепты в древних традициях помогали. Но я должен сказать, не раскрывая эту тему, просто скажу хоть так режьте-сидя хоть ешьте, что и Юрий Николаевич занимался алхимией. Только он занимался алхимией на уровне мета-истории, на уровне лингвистики, на уровне понимания вот этих слоев и чьих начат. тема доклада. Еще может неслить пригорь. Вот, пожалуйста, видите, ваши вопросы в курсе с ними. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, а остались записи и работ информации «Святослава Павловича». Единственное, насколько я знаю, статья об этом, только опубликована, но и была большая, она опубликована, можете почитать подробнее, с расшифровкой фигур, с перепиской Святослава Николаевича, со всем, то, что касается его алхимического интереса, с ассоциациями с тех алхимиков или философов и мыслителей, которые для него были важны, для которых указывал выпуск учитель, для родителей. Это было опубликовано, и так и называется, естественно, научное исследование Святослава Николаевича Рериха, по-моему, если не ошибаюсь, туда в Международного Центра Рерихов «Живая этика и наука», вот, если не ошибаюсь. Ну, где-то это было, а, нет, это к столетию Святослава Николаевича, к столетию Святослава Николаевича точно это была опубликована, большая статья. Часть ее вошла в государство «Культура и время», но обрезанная часть. Комерпации. Спасибо. Ну, выступить. Да, пожалуйста. Я тоже скажу два слова, только сначала вам. Лев Миронович. Вам, вам, Лев Миронович. Вам, вам, Лев Миронович. Николаевич. Время, а это что-то время пришло, вам первое слово. Спасибо. Ну, у нас, реально, по-моему, всего пять минут осталось. Я хочу сказать, что я с большим интересом прослушал доклад Михаила Николаевича. Доклад, конечно, не только очень интересный, но и очень глубокий. Это первый доклад из цикла научных исследований Рейхом. И два других будут в следующем сегестре. Прослушал я со смешанными чувствами. С одной стороны, поскольку интересно, то и, ну, есть какое-то удовлетворение, потому что получаешь новое знание. С другой стороны, конечно, остается и неудовлетворенность, потому что я, например, не способен воспринять с такой скоростью такой большой объем знаний. В связи с этим начальник вычискать вошел. Ну да, содержание вашего доклада запечатлено в хронике Акаши. Но мы, к сожалению, не сможем этим воспорчить. Без текста. Вот ты на запись сайта. Но кроме значит, в хронике Акаши значит, он будет, я надеюсь, у нас всегда удается, там разные бывают, он будет, конечно, размещен на сайте. Он значит, ну вот, видеозапись, так что можно будет познакомиться. Но я думаю, что этого недостаточно. На самом деле, конечно, нужен текст, с которым читатель может работать. Одно дело смотреть, значит, вот видеозапись, а другой его работать с тем. Поэтому я еще, еще раз обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, дайте статьи для помещения в трудах нашего семинара. Сегодня я хочу сказать, здесь лежат несколько оставшихся выпусков трудов семинара. Если кого-то интересует, вы можете посмотреть и взять. текст, вы знаете, какая мысль в связи с этим пришла. Понимаете, вот такие доклады при том объеме знаний, которые вы излагаете, они может быть не решают полностью задачу. Наверное, надо, я не хочу сказать, что это нужно сохранять, да, это им будем продолжать, но, наверное, надо бы подготовить что-то типа, знаете, курсы лекций на эту тему, где, ну, кто-то интересует слушателей, могли бы находить и ставить слушать, где вы могли бы не в таком бурном темпе, но более спокойно и, самое главное, разъяснять используемый термин, понятие, которого вы уходите, потому что, когда вы докладываете, предполагается, что слушатели владеют материалом, знают все, на самом деле, это не так, у нас междисциплинарный семинар, ему вовсе не обязаны владеть, так сказать, поэтому, мне кажется, надо подумать о таком курсе лекций. Вообще, мы думали, что в рамках нашего лектория несколько таких курсов в общем подготовить, вот Ирина Алексеевна собиралась подготовить, мы с Натальевной планированной тоже собрались, вот, но вот я хотел предложить, значит, вам тоже об этом подумать, вот за лето, может быть, что-нибудь. в Петербурге я эту тему пять часов непрерывно говорил в Восточном клубе, где люди знакомы с... Ну, пять часов подряд трудно, а в... Интересный день, то, что сейчас делать. Железные люди есть. Ирина Алексеевна, ну, хорошо. У Рериха, конечно, я знаю, что очень много ситат. Слава Николаевич занимался исследованиями металлов, и я вот с этим тоже хотел немножко поговорить. О золоте времени у нас уже нет, так что я на этом... Главное, что это самое. Готовьте садить. Спасибо, Лев Миронович. Я думаю, присоединяюсь к вашему мнению, я думаю, что в работе нашего семинара не пять часов подряд говорить, а с нами говорить, так что бы и мы могли медленно, с чувством, с духом, с расстановкой. Спасибо вам за доклад. Я хотела бы дополнить, времени у нас нет, как и Лев Миронович хотел бы наполнить. Единственное, хочу сказать, что здесь настолько жизненно важные вопросы подняты, но вот сейчас все говорят об автоматизации, но она тогда, простите, просто грязна. Приготовление рекордов, пищи, много другое, они полные, так говорится, пустые, механические, там ничего нет, если не участвует сам человек. Спасибо.